Вот сейчас мы все цариночки с нее уберем. Вот уже больше 20 лет Людмила Чурсина сдувает пылинки со своих подопечных. В прошлом девушка профессионально занималась конным спортом, троеборьем. Сегодня тренирует своих дочек, пятилетнюю Сашу и шестилетнюю Машу. Не могла устоять, вот с такого же возраста, как и мои дети. От их красоты, от этих вот мягких носиков. И вот прям с самого раннего детства всегда в парке ходили с мамой. Я ее просила, мама, покатай меня. Ну и в конечном итоге она меня отдала в секцию по конному спорту. В юном возрасте всадница выполнила норматив кандидата в мастера спорта, стала абсолютной чемпионкой Сибири, бронзовым призером России. Спортивная карьера летела в гору. Но на самом пике Людмиле пришлось взять паузу ради семьи. Все внимание отдаю детям и периодически у меня есть тренировки детские. То есть ко мне приходят заниматься дети, я их обучаю всему тому, чему научилась сама. Ну и периодически сама сажусь. Есть лошадка молодая, с которой я начинаю заниматься, чтобы навык-то не потерять. Дома сидеть это очень скучно. При том темпе жизни, который у меня был, вот так вот резко сесть дома, это невозможно. Это все равно скучаю, хочу опять сюда, опять прийти к лошадочкам своим. Потому как Людмила уверенно держится в седле, видно, что навык она не потеряла. Наоборот, приумножила. Девушка поделилась, в чем секрет ее мастерства. С животными нужно разговаривать на языке животных. Они понимают лидерство. И если у человека характер мягкий, так скажем, он скажет, лошадочка, ну пожалуйста, повези, мне лошадочка никуда не повезет. Потому что ей надо сказать, я хочу туда, мы идем туда, потому что это я хочу. Тогда она соглашается и везет. Помимо тренировок, воспитания детей, девушка профессионально занимается фотографией. Еще во времена пленочных зенитов мне мама дала в руки фотоаппарат, сказала, иди поучись. И мне очень понравилось. Естественно, первые мои модели это были лошади и подружки с лошадьми. Ну и теперь, когда я ушла в декрет и со спортом пришлось завязать, у меня фотография стала, так скажем, приоритетнее. Людмила мечтает вернуться в профессиональный спорт, выполнить норматив мастера спорта, открыть собственную школу и учить всех желающих, так же, как и она, уверенно держаться в седле. Плечи назад, спина ровная, пяточки вниз и на расси нужно привставать. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Держись.